Проблема вывоза мусора особенно остро стоит в микрорайонах. Так на Сходне постоянно образуются стихийные свалки. Причем это не только бытовые отходы, но и строительные. Как с этим бороться, узнала Татьяна Кастанда. Валентина Глухарева – коренная жительница Сходни. Каждое лето на этой поляне она наблюдает последствия пикников. Буквально на въезде на эту поляну находится мусоросборник. Пункт такой специальный. Туда можно отнести этот мусор. Это совсем недалеко и по дороге. Но, к сожалению, это не делается. Вот такая есть яма, в которой этот мусор сваливает. Но по большей части это делают сами жители. Отследить, кто именно и когда выбрасывает мусор в неположенных местах, сложно. Это по вине жителей. Ну да, есть у нас еще здесь коттеджный поселок недалеко, который относится к Солочногорскому району. Они тоже, конечно, проезжают, с машин все это скидывают. По закону Московской области номер 161 за нарушение чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха влечет наложение административного штрафа на граждан от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Каждую неделю, в воскресенье, когда люди возвращаются с дач, у нас устраивается так называемая операция засада. Регулярно мы устраиваем. Мы ездим и по всем деревням нашего городского округа, по всем дорогам, наблюдаем. И, как правило, всегда 2-3 человек попадаются. Морщихинское поле – еще одно излюбленное место для вывоза мусора. Причем здесь мы можем увидеть не только последствия шашлыков, но и строительные материалы. По большому счету, люди вредят сами себе, потому что на устранение таких свалок средства выделяются из городского бюджета. На эти деньги можно было бы сделать лишнюю лавочку или клумбу в их дворе. Вывезти и утилизировать одну такую свалку стоит от 3,5 тысяч рублей. За строительный или крупногабаритный мусор расценки выше. Причем через несколько дней гора отходов снова появляется. Наше поколение так бы не сделало. Нам именно бросается. А им не бросается в глаза. Каждому надо быть сознательным, иметь совесть, чувство культуры. Шашлыщики подходят, но совести нет. Здесь недавно была огромная куча мусора. Вывезли, поставили восьмикубовый контейнер. Руководство Сходни установило информационные щиты. Но свалок от этого меньше не становится. Заставить жителей задуматься о чистоте пока не удается. Татьяна Костандова, Валерий Алексеев, Служба новостей.